Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я работаю уже год на производстве, работал с напарником, потом его уволили, я работал на месяца два-три. Нашли нового напарника, работает он полгода. Изначально у него была смена больше, чем у меня. В этот раз, когда был расчёт, начальник поднял ему смену. У меня как было 1200, пока осталось. Как сказать начальнику, что мне это не нравится? И по какой причине это происходит? Работаем одинаково, очень обидно, у меня ребёнок маленький, мне не хватает зарплаты, у напарника детей нет. После такого я не хочу даже на работу выходить, скоро день рождения. В честь дня рождения нужно приносить угощение, мне этого теперь не хочется, так как совсем мало получило. Ещё у ребёнка день рождения, в этом месяце я без денег. Как корректно объяснить начальнику, почему так происходит, что у меня нет поднятия смены? Что ж, вопрос довольно непростой. Почему? Дело в том, что здесь сочетаются как юридические, так и психологические, так и моральные, может быть, факторы, в совокупности, образующие костяк. Это ситуация, которую вы описываете. Во-первых, вы делаете упор на корректность. В принципе, неплохо. В принципе, неплохо. В принципе, неплохо, что вы делаете этот упор. Вопрос заключается в том, какая у вас мотивация его делать. то есть, какую цель вы преследуете, делая упор именно на корректность. Как и сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, здесь вполне возможно имеет место быть страх. И, соответственно, если это страх, то с ним нужно работать. Вот. Ну, понимаете, да? Прямо с вами, в противном случае, просто будет мешать. Он будет мешать вам продвигать свою модель поведения. Дальше. И если у вас есть такой страх, что, на мой взгляд, у вас есть трудности с самооценкой. Вот. И вы несколько не уверены в себе. Конечно, это можно и нужно прорабатывать. Вот. Дальше. Довольно странно, на мой взгляд, что вроде бы вы говорите о важности. Именно, именно важности денег. Важности варклапы. Но, в то же время не рискуете это делать. Понимаете, да? Интересный вопрос. Почему? Почему? Вот. Такая вот история. Понимаете, да? Интересный вопрос. То есть у вас здесь, как будто бы конфликт, конфликт интересов, конфликт, не знаю, приоритетов, что ли. Вот. И это, конечно же, имеет смысл корректировать. Тоже. То есть помочь вам разрешить ваше противоречие, которое у вас сейчас имеется. Вот как-то, как-то так, я думаю. Следующий момент связан с тем, что хотеть побольше зарплаты нормально. Но. Почему только в одном месте? Почему только в этом месте? Попробовать. Ведь можно же попробовать поискать себя в других направлениях, что-то поделать и посмотреть ещё. То есть вы как будто фиксируетесь только на этом. И на мой взгляд, такое искусственное ограничение ничего вам не даёт хорошего, кроме неудовлетворенности, чувства зависимости и так далее. То есть тут тоже есть момент. Дальше. В избежание, например, неловких ситуаций вам крайне желательно изучить этот вопрос с точки зрения юриспруденции с точки зрения правовой и поисследователь. А имеете ли вы право требовать повышения зарплаты? Не нарушает ли ваш начальник, собственно говоря, эти правила, которые, вероятно, сам я установил. Вот. Или нет. То есть тут вот, ну, такой момент и, на мой взгляд, всё это нужно исследовать для того, чтобы вам помочь. Я также мог бы выделить, наверное, присутствие у вас чувства вины перед ребятами, ребёнком, может быть, ещё перед кем-нибудь. Так мне сейчас сказать сложно. И если чувство вины у вас и правда есть, то имеет смысл с ним поработать. Имеет смысл с ним поработать, потому что оно чувство вины. Следствие подавлено злостом. И ещё, вероятно, стыда, который вы испытываете от того, что не раскрываетесь и не реализовываетесь. Судя потому, что я могу видеть так, как вам бы того хотелось. И это также можно скорректировать. Теперь отвечаю на ваш вопрос. Как сказать начальнику, что мне это не нравится и по какой причине это происходит? Ну, не кажется ли вам, что то, по какой причине это происходит, это больше претензия? Не кажется ли вам, что вы именно как бы с наездом это говорите? В наезде ничего хорошего мне это быть не может. В наезде. Но зато, когда вы говорите, что мне это неприятно, это очень даже. Скажите, пожалуйста, а у вас трудности с тем, чтобы корректно выражать то, что вам, допустим, неприятно? У вас есть какие-то трудности с этим? Вот. Если да, то почему? В качестве ответа на ваш вопрос я бы предложил рассмотреть возможность использования Я-сообщений. И изучите в интернете, что это такое. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.